ЛИГА СМЕХА Юрий Ткач, дольше всех продержавшийся с двумя командами, потерял первую. Мистика и реальность. Две четвертьфинальные опоры юбилейного сезона ЛИГИ СМЕХА. Сегодня речь о реальности. Но с одной поправкой. Загадка такой реальности не разгадана до сих пор. И у каждого тандема такая загадка своя. Наш Формат и Юрий Ткач. Кайлас. Ветераны космических войск и Стас Баклан. Стоунхендж. Пошло-поехало и Оля Полякова. Пермудский треугольник. ЛИГА СМЕХА. Добро пожаловать на игру. Добро пожаловать на игру. СМЕХА. ЛИГА СМЕХА. ЛИГА ГРЁЗ. ЛИГА НАЦИИ. ЛИГА ГРЁЗ. ЛИГА ПАПАРАЦИИ. ЛИГА ПРЕЗИДЕНТОВ. ЛИГА ЛИГА ЛАЙС. Ещё и СНБА. И ФБА. ЛИГА СМЕХА. И проигравших в Лигах все чужие. Сидят все наши. ЛИГА САТАКОВ. ЛИГА, ДЕВСЕ ТАНСУЮТ. ЛИГА АКЕРКОТОВ. ЛИГА ПАТЯЛУЯ. А если кто не уехал? А то ЛИГА СМЕХА. ЛИГА СМЕХА. Как лекарство для души. ЛИГА СМЕХА. СМЕХ НАМ РАГЛЕ ПОВЕРЖИТЬ. ЛИГА СМЕХА. ЛУЧШЕЯ НА СВЕТЬЕ. ЛИГА СМЕХА. ЛИГА СМЕХА. ЛИГА СМЕХА. Всем привет! Привет всем, кто болеет здесь, в зале. Привет всем, кто смотрит нас по телевизору. Это ЛИГА СМЕХА. ЛИГА СМЕХА. Второй четвертьфинал. Привет! Итак, второй четвертьфинал. Три команды сегодня в строю. И мы, как и неделю назад, узнаем, каким двум командам повезет, а какой одной не повезет. Но начнем с тех, кто, собственно, будет эту игру судить. Тренера Джокера у нас сегодня нет, поэтому нас судит великолепная пятерка. Я начну с пары, которые сегодня не играть, а просто быть на расслабоне. Да? Сергей Сивоха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И Гарик Биртин. АПЛОДИСМЕНТЫ Это были персональные аплодисменты. А теперь оставшиеся от руки тренеров сегодня придется делить аплодисменты со своими командами. Наш формат, Каменный Спутильский и Юрий Ткач. АПЛОДИСМЕНТЫ Пошло-поехало, Николай в Сернополь и Оля Полякова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ветераны космических войск Киев-Остер-Прилуки и Стас Баклан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Если есть желание подзарядить команды перед тем, как они уйдут готовиться, пожалуйста. Станислав Владимирович. Я знаю одно. Кто сегодня проиграет, кто сегодня выиграет. Но сегодня вы все в зрительном зале будете победителями. АПЛОДИСМЕНТЫ Красиво. По-народному. По-народному. Давай, Юрчик. Нехай богиня говорит. Богиня. Она не приехала, сегодня только Полякова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте, Эльзиамерский. Здрасте, Киев. Здрасте, Украина. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня просьба к командам сегодня. Ребят, ну чувствуется, что на сцене сегодня будет Мортал Комбат. Сегодня будет Мочилово. Просто страшно. Я вас прошу об одном. Не разочаруйте. Мы на вас очень надеемся. И эти аплодисменты вам авансом. Ещё раз. То была богиня, а это королева. Давай. А это королева. Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень хочу, чтобы у нас сегодня был крутой настроек. Будет крутой настроек? АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы был смех. Чтобы не было слез. И чтобы упал в финал. И прошло, и проехало. АПЛОДИСМЕНТЫ Не могу сказать, что это был прям тонкий намек, но мы вас поняли. Всем командам хорошего настроения, так же, как и залу. И хорошей игры. Слава Украине! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, общая тема двух четверть финалов – мистика и реальность. Сегодня это реальность, но с долей мистики, конечно. Речь пойдёт об известных объектах, загадка которых не разгадана до сих пор. Итак, загадка первая. Знаменитая священная гора в Тибете, которую до сих пор никому не удалось покорить. Посмотрим на попытку нашего первого тандема. Наш формат – Юрий Ткач и Кайлас. Внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Что такое? Юр, мы готовы тебя взяти с собой на гору. Знаете что? Валите звезды! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я ж я пожартовал, что ты не можешь слишком встать не то, что на гору выйти. Ну ты ж не грубый, у тебя просто кость жирная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы пойдем в далеки горы на Кайласа полунины и попросим… И ПОПРОСИМ! А что с голосом? Ты чуть-чуть продавил? АПЛОДИСМЕНТЫ Тихо, тихо, тихо! Привет, Вова! Привет! Привет, Женя! Ну что там? Я рассказываю, что будешь? Ну, перед тем, как мы поддякуем нашему головному спонсору, скажи, тебе кто-то в жизни хоть раз сказал, что ты красивый? Так, дружина и мама. Вот дорогие женщины, косметика Блауре, они как мама. Она доглядая, с косметикой Блауре вам не нужны фильтры в Инстаграме. С натуральной косметикой Блауре не имеет такого статуса, как страшненькая подружка. И еще мы хотим поддякувать Ливинг Парк Новобудова 2. Квартиры, гаражи, просто пообщаться. Хочем поддякувати аграрной компании Грейс Агро. Грейс Агро росте у всех. Интересно! Но не густо, да, Вова? Ну так, знаешь, я тоже не зловживаю, можно сказать, их продуктом. И хотим просто передать сомчик народному депутату Ирине Борзовой. Киев, поддержите нас! Наш формат, поехали! Кайлас. Местичная гора на Тибете, на которую еще никому никогда не удалось подниматься. Но есть одно исключение. Гуцули не пробовали. Хлопцы! Я вам говорю, дай нам неделю и на Кайласе прапор Украины. Точка с белым грибом. И мы возим лес на Румынию. Опа! Аай! А подивите, яке небо. Темне-темне. Только одна-чы две зёречки отнимаются. Прямо, как в новом сезоне «Танцы з зёрками». Одна-чы две зёречки. Хлопцы! Рапунзель мне в башню. Вы кто? Я повелитель горы Кайлас Юрцинь-Ткацинь А вы как сюда попали? Нас привез жовтий Богдан Зараз правильно сказать Богдан Я знаю, как правильно Так, Циринь-Циринь, подскажите нам, как пройти на вершину Гора Кайла, це гора, на яку не може піднятися звичайна людина Буковель в сезон, це гора, яка не може піднятися звичайна людина Ви давайте кажіть нам, як пройти на вершину Йдіть собі, розкриюйте оголошення Куплю волосся дорого Де ви на вершині замерзнете? Дядько, кого ви лякаєте холодом? Мене лякаєте холодом Я працюю в супермаркеті в молочному відділі В мене що не зміна, то бронхіт Можна пройти чи ні? Добре, дідь, але пам'ятайте тільки одне Що якщо ви на Кайласі почуєте пісню Бірчі Кикайте Кикайте! А страшніше, за Кайлас може бути тільки рахунок за послуги стоматолога Ну я не знаю, вибачаю, але ви коли суму вписували, ви що, случайно на клавіатуру впали? Чи це дата вашого народження? Чи це лотерейний білет? Мені що і закреслити тут? Що це таке? Це сума за послуги О-о-о-о. Вы мне замуж зуба поставили айфон? Мы выдали вам нерв. Вы выдалили нерв. Вы на месяц моего холодильника выдалили мясо. Вы моих детей выдали новые игрушки. Понимаете, что это пол моей зарплаты. Так, давайте платить. А у вас есть оплата частинами? Ну, так. А какие частины тела вы принимаете? Вы что, издеваете что-то? Какие частины тела? Всем привет! Я Дима Комаров, это передача «Мир на изнанку» и мы на Кайласе. Чуешь, Гриф? А там в кадре видно, что я после веселья трешки попробовал. Ну, на фоне горы ведреш. Это гора Кайлас. Чтобы на ней подняться, ее нужно обойти 13 разів. В Украине такая гора називалась «Документы на субсидии». Висота горы 6666 метров. Останній раз я стикался с таким номером 4 шестерки, когда меня сбил мэр Бучи. Домиен Сио, домиен Сио, домиен Сио, домиен Джерозавер, домиен Сио. Диви, а це місцеві аборигени. Подивіться на їх незрабний танец. Ностальжі, житко стоять. А ми даримо вам справжній делікатес. Це українська горілка. Чиндзяо дядя. Чиндзяо дядя. Чиндзяо дядя. Чиндзяо дядя. Чиндзяо дядя. Коллеги питаються, чье запивон. Ось, бачите? Навіть тибетські аборигени розмовляють українською мовою. Я зараз хочу звернутися до Шуфрича і Рабіновича. Беріть приклад. Чиндзяо. Чиндзяо. А так співпало, що недавно діти пішли до школи, а депутати до Верховної Ради. Святкова лінійка. Зустрічайте випускників Трускавецького до депутатського навчального закладу та інших першокласників. Подивіться на них. Вони ще бояться. Переживають. Але попереду у них 4 роки навчання. Або рік. До вручення мандатів запрошуються випускники попереднього скликання. В очах випускників сьогодні ми бачимо сум. І це не дивно. Скоріше за все вони не повернуться до цих стін. В них попереду доросле, відповідальне перед законом України життя. В добру путь. Та йдіть вже, господі. Вам слово, дорогі першокласники. Скоро жити стане краще. В Раді нові втілення. Дядя Вова відмінив всі таблички ділення. Хабарів вже не беремо. Бізнес не кришуємо. Недоторканість нам зняли. Ми тепер очкуємо. Нелегальні контейнери прибули у порт. Набирай Баканова, питайся, що за чорт. А Артемка заспіває пісню. Депутатська пора і при всякій погоді Їдем на роботу через Дніпро Мені начхати на пробки, затори Я приїду вчасно, бо я на метро І нам начхати на пробки, затори Приїдемо всі вчасно, бо ми на метро Ні, ну артисти, артисти І спортсмени, так, так, так Маємо надію, що з нашими родючими чорноземами Та розвитком аграрного сектору В майбутньому саме так буде виглядати Звичайне українське село Алло Да, голова сільської ради Компанія Samsung Хочете кондиціонери в свинарнику поставити Вибачайте, в нас клімат-контроль від компанії Apple До побачення Так Що, що? Знайшли нафту на городі? Засипайте Ну як, що? Барель нафти 50 доларів, а барель нашого соняшника 75 Йдіть, щось робіть Да Вибачте, святи очі, що кричу Що кажете? Покропили всі поля? Свяченою водичкою з нітроамофоскою? Береже вас, Господі, ваші городи До побачення Юрій, ти кажеш, забіжіть, будь ласка, до мене Так, 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 ясно Юрій Константинович, подобається в нас працювати? Звичайно, життя По грошах більше виходить, як на телебаченні? Набагато Ну ви як арт-директор нашого села Скажіть, хто буде виступати на День поля? Олег Вінник Наш агроном А які ще є варіанти? Ну можна Манатіка запросити Юра, не може бути артіст менший, чим наші бролери Ну давайте Макса Каржа запросимо Зачем? Ну нехай людина подивиться, що значить «жить в кайф» Завжди любив ваше буштя гумору, Юра Але ж ми відділяємо серйозний бюджет Тож запросіть легенду «Лінкінг Парк» Ви уявіть цю афішу «Лінкінг Парк вітає тракторний парк» Чи «Ай-Сі-Ді-Сі»? О! Подоїв корові сісі для вас співає «Ай-Сі-Ді-Сі» О! 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 Скидайте завдаток, давайте, біжіть, біжіть О, не вірюєш, ну, не вірюєш Там Льоха рожає Олексій Петрович, вийшлося? Та ні-ні, свиня, Льоха Ну і що, що, що? Що, все по старій схемі Ну а я вже запросіть прем'єр-міністра України, спікера Повинен перерізати повинні серйозні люди Давайте, доробати О, стійте, Артем Романович Був би забув, був би забув З днем народження! Ой, дякую! Дякую, 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 дякую Друзі І в кінці хотілося б підсумувати гору Кайласу, знаєте? Мудрий в гору не піде Мудрий в гору обійме і скаже дякую за красиву ігру З вами були Юрій Ткач І наш хворма Щас і здоров'я Це просто так Дякую, дякую! Дякую, дякую! 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 Гарик Бірчан! Дякую, дякую, дякую! Дякую, дякую! 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 Дякую, дякую! Дякую, дякую! Дякую, дякую! Дякую, дякую! 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 Смотри, Жек, так как скоро вступит в силу закон про снятие неприкосновенности, у некоторых депутатов начинает знатно подгорать. Так вот, с маслом лагрима ни у кого ничего подгорать не будет. А сейчас песня. Охрана, отмена лагрима, среди других олей нет замены. Значит так, Женечка, когда будешь куплять лагриму, бери побольше, чтобы не пришлось потом за другой бутылкой бігти, как всегда. Так все, погнали! Поехали, пошли, поехали, давайте! Лаборатория профессора Черкасова, 2 сентября 2019 года. За день до того, как Шуфутинский перевернет календарь. Ну что, сколько? 7 секунд. Эх, все-таки придется вам покупать баллон с воздухом. Профессор Черкасов, исследователь морского дна, считает, что ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Андрюшенька, а че вы хромаете? Что у вас с ногой? А-та-це я на гальку наступил. В смысле на камешек? В смысле на жінку, каже, разводитесь будем, зараза. Андрей, подчиненный профессора Черкасова. До сих пор думает, что Иванушки Интернешнл – это авиакомпания. Честь имела! Вы, Головченко, Николай Михайлович и Фролов. Николай Иванович? Нет. Нет. Отлично. Именно вы нам и нужны. Известно, вы кто? Я главнокомандующий в ПМС. ПМС – подводно-морские силы. Итак, слушайте сюда. Регулярно в Бермудском треугольнике стали пропадать наши корабли. Вы должны разгадать тайну Бермудского треугольника и вернуть корабли на базу. А почему мы? У вас родственники есть? Нет. Недвижимость? Нет. Девственность? Нет. Вот, вам нечего терять. Странно надеяться на вас. Удачи, парни. Раз-два. Я королева, но отстань пение. Так, Андрюшенька, нам надо собрать как можно больше информации. Надо поднять архивы. Поднять все энциклопедии и все книги. Зачем, профессор? Давайте включим телевизор, там сейчас на каждом другом канале про цей Бермудский треугольник. Почему учебные палочки для суши ничему не учат? Почему любительскую колбасу делает профессионал? Кто заплетает косички сыру сулголь? На какие еще вопросы человечеству никогда не найти ответ? В эфире передача «Мистическая мистика». Любому, музыкально, или, может быть, равнобедренно. О каком именно треугольнике сегодня пойдет речь? Майами, Бермудские острова, Пуэрто-Рико. Так мог бы выглядеть идеальный тур Оли Поляковой, если бы в этой зоне не расположился Бермудский треугольник. Море проклятых, обреченная территория, обитель дьявола. Как бы ни называли железный порт, но это ничто по сравнению с этой мистической зоной. Подводный батискав. Погружение в Бермудский треугольник. Андрюшенька! Да? Вы взяли маски? Конечно! Вот! На случай погружения. Вот! На случай утренника. И вот! А это? А это на всякий случай. Профессор! Это что, уже глубина 4000 метров? Но тут же такое давление, а стекло не тресное. Как может треснуть стекло, на которое выделили аж 400 миллионов? До столкновения с дном осталось. Три, два, один. Профессор! Мы походу на дни. Девица. Затонувший крейсер. Вертолет. Самолет. Космолот! Не удивлен. Они сейчас везде. Итак, скорее следовать морское дно. Давайте. Давайте. Алло, дорогой, дорогой, где я? Я на танцах со звездами. Что ты хочешь? Попьешь пиво с креветками? Ах, ну передай им привет. Ну что, Патрик, завтра 8. Ты кто? Алло, ты кто такая? Я Акласур. Акласур. Русалка наоборот. А вы кто? Что здесь делаете? Мы исследователи морского дна. Мы должны разгадать тайну Бермудского треугольника. Так, пацаны, а что это вы исследователи? А я рыбу играю. Ой, ну потому что в тебе дуже погана память. Это неправда. Да? А что ты скажешь на це? Ту пленка, варенка, пентиум, четверка, пейджер, телефоны тут, везли на пленке. Е-е-е-е! А? Е-е-е! Что ты скажешь на це? Это было давно. Хотите, я прямо сейчас вам тут рэп зачитаю? А давай! Вы не нормальные? Какой рэп? Мы на дне океана, а не на дне независимости. Вообще-то, я Оля Полякова, и мне вообще пофиг, на каком дне выступать. Так, слушай, Акласур, сюда. Или ты нам сейчас рассказываешь тайну Бермудского треугольника, или мы из тебя уху сделаем. Да, Абухолодец! Ладно, расскажу. Но для этого ты должен меня поцеловать. Да не вопрос. Не здесь. Не здесь. Оля, не нагли? Да в смысле? За кораллами. Пойдем, я покажу. Андрюшенька, аккуратно, у нее во рту могут быть крючки. О, Боже! Наконец-то! Наконец-то! Я нормальный человек, а не королева дна. Так, я не понял. А мне что делать? Метать икру и бегать. Профессор, я ничего не понял. Андрюшенька, я все понял. На самом деле Бермудский треугольник – это какой-то разводняк. Друзья, и в конце оголошение. Бермудский треугольник оголошает набор на программу защиту губернаторов. Программа защиту губернаторов встигнет залягти на дно. Для вас выступали. Пошло! Поехала! Пошлепала! Пошло, поехала, пошлепала! И Бермудский треугольник. Юра Ткац, Сергей Анатольевич Юха, Станислав Баклан и Гарик Бирча. Что-то думает. Что-то думает себе Гарик. Видимо, он что-то придумал и будет сидеть. Да? Спасибо! Спасибо! Пожалуйста! До свидания! Я хотел сказать, да. Жень, я хотел бы по поводу выступления объяснить свою оценку. Мне давно нравится эта команда, но мне кажется, что по-честному это выступление не было, скажем, сильнее нашего формата, поэтому я не встал, чтобы получилось нечаяк 3-3. Ладно, мы продолжим. Ну, аплодисменты. На очереди попытка разгадать третью загадку. Для ее разгадки третьему тандему придется совершить путешествие в Англию. Ветераны космических войск Стас Баклан и Стоунхендж. Внимание на экран. Тема наша Стоунхендж. Ну, у Стоунхендж каменюки такие есть среди поля. Вообще непонятно, кто их туда поставил. То ли инопланетяне, то ли Ющенко. И вообще, это древнее загарнение. Я вообще не понимаю, что мы туда даже на гробки не ездили с пацанами. Корен, Стоунхендж. 200 хендж, 300 хендж. 500, 700, 800. Сколько вам дать, чтобы я вас больше не видел? Ты шо, Владимир, и шо б мы с пацанами? Да за деньги вот это вот они сегодня. Ого. А каждому? Ну, тогда еще трошки и повыступаем разом. Так, парень стоит в халате. Ведущий в плавательной шапочке. Это шо, курорт? Нет. Настоящий курорт. Это ЖК Синергия Сити от строительной группы Синергия. Этот курорт всегда с тобой. Спа, массаж, релакс, бассейны. Ирпень. Друзья, втычить с шумного Киева. Урайску Ирпень. И еще один виршик. Евроком нас поддержав, реквизита напаяв, шуток песен написав, всім привет передавав. Евроком Компонент с контрактное производство электроники. Ну и спасибо Кинокварталу за реквизит и залу Жовтневого за то, что нам сейчас поаплодируют красиво. А он это сделает. Встречайте, ветераны космических войск. Владимирович, иди отсюда, тусуйся, буду выступать. Дуже хочу выступать. Ну иди Белевеню выступать, тусуйся отсюда. Владимирович, я то и не мешаю? Я не мешаю. Та ну не затуляй мене, шо началось, а? А куди мне идти? Возле Домницької дистанции. Владимирыч, не дыши так громко, ну ёлки-палки. Ну хорошо. 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 Возле Доми. Долго я не верила, а он торопил Мой самоуверенный герой сексопил Словом убаюкивал, глазами манил Красивый, блестящий, как сувенир Подарила сердце на долгую память Полетела вниз, как осенний листок Отворила дверцу, когда не смогла я Сказать ему, стоп, фунхенд Стану я невидима, как радиоволна Кура, не надо Слухай, а, Шерон Стоунхенш Это же моя улюбленная артистка Помнишь, в основном инстинкте? В общем, я речу Работаем А спонсор нашего выступления Коррупционер Д'Артаньян Коррупционер Д'Артаньян Сядет один за всех Рано или поздно это должно было произойти Во Львовской области построили свой собственный Стоунхендж Я таке можно было построить, скажи Скажи, как, что это за позорище Это звернение Перед ним кому надо ставить Спонсор нашего выступления Моя пенсия Моя пенсия Мальчики, можете себе ни в чем не отказывать Дамы и господа Вашему вниманию Случай в семье камней Стоунхенджа Да, все камни, я камни А мы суперзвезда Ой, тоже мне не суперзвезда Багато ума не надо стоять и нифига не делать Казала мне мама, надо было за Толика замуж выходить Вен сейчас дуже перспективный камень Уехав на заработки В почку На клубнику Мам, пап Я гуляю Иди только так, чтобы мы тебя видели Чуешь, ну пока она пошла, может давай это самое с тобой Что? Иди сюда Ты перестань Иди сюда Ты перестань, добери руки, что ты делаешь Мам, пап Я вернусь А что вы тут делаете? Синок, мы просто решили, что нам надо завести еще одного щебенка Ну, добре Пойду туда в детской комнате посижу Ты сидишь Что ты делаешь? Ну шо? Бери руки, старый фангангер Стоп У нас же нема детской комнаты, мы же просто посреди поля стоим Рано или поздно это должно было случиться Парень вернулся домой с работы И застал свою девушку в постели С народным артистом Украины Станиславом Владимировичем Бакланом Владимирович не захотел играть в этой сомнительной постановке Поэтому его роль исполняет Владик Куран В остальных ролях Кто попала? Станислав Владимирович, а вы меня точно в своем фильме снимете? Ну я же уже тебя снял И в кино сниму Оксаночка, давай продолжим наш легкий ненавязчивый адюльтер Давайте продолжим Так, Оксана, я не понял Боже, Куран Это не то, что ты подумал, это просто ненавязчивый адюльтер Оксаночка, что это за щегу? У него даже молоко на губах не обсохло, Оксаночка Оксаночка, ты что, применяла на меня лицо? Сыра пердуна? Ты что сказал, сопляк? Ты вообще знаешь, что я? Я Баклан Я бачу, ты еще тут Баклан Так кто бы ты был, как бы не слуга народа То есть Пока станица спит Женская интуиция 2 За все тебя благодарю 3 Страсти, Пачапаева Обучаю игре на гитаре Тревожный отпуск адвоката Лариной Мухтар Мухтар 1 Мухтар 2 Антиснайпер 2 Тебе ни о чем не говори? Ага, с 53 Ипотека Импичмент Это что? Ну ты сейчас сказал, что попало? Что попало? Сопля Дед, ты что думаешь, что ты бессмертный, что ли? Ты знаешь Давай выйдем Давай выйдем раз на раз Раз на раз Ну сейчас будьте раз на раз Сейчас тебе будет раз на раз Сейчас я Оксана Сейчас тебе будет Раз на раз Сейчас тебе будет, сопля Сейчас тебе будет раз на раз И два на два сейчас тебе будет И три на три, и три на четыре на куметнейшее домашнее видео. Сейчас все тебе будет. Ты посмотри на него, сопляк. Сейчас тебе... Что ты тянешь время, дед? Ура, за меня мальчики дерутся. Рот закрой! Что ты делаешь, ты его убьешь? Оксана, я тебя люблю. Ты что, сопляк ты убьешь, что ты делаешь? Остановись! Что сказал? Что сказал, Владимир? Оксаночка, нам придется отложить наш адюльтер. Чего? Вот все. Что вы делаете, придурки какие-то ненормальные? Я не могу поверить. Такси! Владимирович! Куран! Владимирович! Куран! Владимирович! Куран! Владимир! Куран, тихо. Давай, если мы забудем этот конфликт, я тебя возьму на Лигу Смеха выступать. Будем с тобой там номера показывать. А как же мы будем показывать номера, Владимирович, если мы помираем? Вот это уже загадка. Как Стоунхендж? Да! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, знаете, благодаря теме Стоунхендж мы поняли, что люди очень сильно похожи на камни. Нас нещадно разбрасывает жизнь, кто-то всю жизнь ходит с каменным лицом, кто-то пару раз так по воде жабкой проскочил и ушел на дно. Но настоящей глыбой суждено стать лишь единицам. АПЛОДИСМЕНТЫ Ветераны космических войск Истас Баклан из Стоунхендж. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не рано вышел, ребят. Все хорошо? Так что вы сидите тогда? Давайте. Оценивайте. Оля Полякова, Гарик Бирча, Юрий Ткач. АПЛОДИСМЕНТЫ Три балла. АПЛОДИСМЕНТЫ ЧЕТЫРИ БАЛЛА. АПЛОДИСМЕНТЫ Максимум. Это сегодняшний максимум за полотно, которое получают ветераны космических войск. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это, конечно... Вы представляете, Станислав Владимирович, народный артист. Шо вытворяет гад, а? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Красавчик. Ну, поехали дальше. Сыгран первый конкурс, впереди еще два. Играем театральный конкурс со звездой. Звезды сегодня у нас объединены одним общим достижением. Все они выпускники Лиги Смеха. И это очень приятно. И так, тема конкурса «Свободная» объявляет тренер. Первая театральная премьера от команды «Пошло-поехало». Оля, объявляй. Играем театральный конкурс. А театр начинается с вешалки. Поэтому, Оля, тебе слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, раз мне доверили. Мне, ребята, доверили найти звезду для конкурса театрального. А это было непросто. Короче, нет повести печальнее на свете, чем пацанам найти нормальную Джульетту. И так, Джульетта и мне составит пару. Дай угадаю. Походу, Ира Сапонару. Ну что ж, давай скорее уединимся. На свиновал. Или, быть может, в парк. Давай, устами мы соединимся. Сними его, Аль. Не понял. Марк. Оль, я не пойму. Ты среди женщин не могла найти звезду? Я дико изменяюсь. Но только я лишь согласился за еду. Ты что, серьезно? Оль, для Марка не нашлась хотя бы тысяча? Нет-нет, мне этого не надо. Мне больше интересна пища. Ромео. Любимый мой Ромео. Сгораю от любви, я словно Жанна Дарк. Не понял, что за хрень? Очень приятно, Марк. Юрец, ты почему Джульетту вдруг решил играть? Ну как, все сходится. Ведь ты Ромео. Тебя не любят мой отец и мать. И дядь Валера, его зять. Так, пацаны. Я извиняюсь. А жрать мне скоро будут подавать. Ну что ж, Ромео, выбирай Джульетту. Да. Таких красавиц не видал даже в мечтах. Ну тут элементарно, я выбираю ту, что на ногах. Алло, Ромео, но ведь я твоя судьба. Что сделать, чтобы убедился? Джульетта, ты в пролете, четыре года я с тобой возился. Ах так? Чтоб ты не выбрал ту, что слева, купила яду нам. Юрец, я задолбался пить с тобой рэва. А я бы выпил. Давай, Ромео, не томи. Трави меня, трави. Закрой свой рот. Разлучница. Шаболда. Выдра. Фу ты страшная, не знаю, что еще сказать. Может, мне все это не идет? Может, мне не следовало это надевать? Оля, я не могу понять. Ты не могла найти нормальную звезду, чтоб не было такого вот исхода? Эх, остался я один. Все в партию прошли туда, в слугу народа. Слушай, так бери обоих. Бери ее, бери меня. Теперь мы твой гарем. Я не Джульетта, я Джамиля. А Юра, наша Зульфия. Ты не Ромео, а Рамиль. Джахаб, Абдул-Джабар, Асхаб, Азамарк. Ты что несешь? Я просто на арабском попросил люля-кебаб. Ты задолбал? Ну что за бред? Ты что такой голодный? На самом деле нет. Эти вот ингредиенты я из блюда вынимаю. Их я из... Ну, ребята, в общем... Вы поняли, да, меня? Тебя сейчас зал не понимает. Давайте разрешим, пусть Марк читает. Ведь картошечка в неволе. Я беру охапку пюре и в мундир ее одеваю и к семье отправлю в поле. Я брынду с зажигалкой поджигаю и через вымяк к корове отправляю. Я куриц-гриль спасаю пантенолом. И куриное яйцо назад. Спасибо, Марк. Печальнее истории на свете нет, чем выбирать среди таких Джульетт. И разве история у нас на новый лад? Пусть тот, кто это заварил, и выпьет яд. Шекспир перевернулся бы в гробу, узнав, что исковеркали мы столько идеалов. Теперь не двум, а трём семейством не избежать скандалов. Монтекки, Капулети, Куцевалов. Пошло-поехало и Марк Куцевалов, прозрачный гонщик. Это серьёзно? Сергей Анатольевич, Юрий Константинович, Игоря. За великую импровизацию! Еее! За великую импровизацию, сказал тот Станислав Владимирович. И получаем 4 балла. Спасибо! За театральный конкурс со звездой. Аплодисменты Марку. И пошло-поехало. Спасибо! Да. Это, конечно, сильно. Женечка, Женечка, я же работаю там, где происходит это безумие очень часто. Поэтому мне знакомы... Психушки. Психушки, да. Знакомы эти театральные улёты. Окей, продолжим. Версию театрального конкурса от ветеранов космических войск. Станислав Владимирович, прошу. Аплодисменты Марку. Аплодисменты Марку. Дамы и господа, мои эти уже созрели для больших, серьёзных театральных постановок, волнуются. Поэтому, пожалуйста, поддержите их бурными, несмолкающими аплодисментами. Аплодисменты Марку. Добрый день. Зараз мы будем вам показывать мощную драматическую постановку. Но есть однее правило. Не можно смеяться. Если вы будете смеяться, мы начнём всё сначала. Добрый день. Добрый день. Зараз мы вам будем показывать мощную драматическую постановку. Но есть однее правило. Не можно смеяться. Если вы смеетесь, мы начнём всё сначала. Сыщики! Шо я щас непонятного сказал? Шо неясного? Нельзя смеяться. Шо я щас не помеяться? Сыщики! Агент Пинк. Шо з тобой? Я просто працюю під прикриттям. Під прикриттям шубы. Сыщики! Агент Пинг, шо с тобой? Я працую під прикричам, під прикричам шубы Цієї? Не, вот цієї Пожалуйста Сыщики! Агент Пинг, шо с тобой? Я працюю під прикричам, під прикричам шубы Цієї? Не, вот цієї Буш? Давай На! Я не бачив свою семью 4 года Я хочу добавить Я хочу її борща Хочу с хрімяником в футбол погулять Агент Пин, пожалуйста Я вас дуже прошу, пожалуйста Да ви чо вгораете, шолі? Я шо просто так зі Львова 12 годин їхав, чи шо? Просто також, щоб повиходити туда-назад Мені шо 12 годин в плацкарті назад їхати? Я просто щас себе відчуваю дитиною Наросміши коміка діти Просто також в мене сміються з жалості Короче, мені пофіг Ми зараз показуємо постановку від початку до кінця Я роблю, що хочете Хочете смійтесь, хочете не смійтесь Все Сищики Агент Пин, шо з тобою? Я працюю під прикриттям Під прикриттям шуби Цієї? Ні От цієї буш? Да гавай Давай На Получай Дякую Тепер я під прикриттям Цікаво, як цей чолов'яга вмер Я не вмер Я мер Я яму на дорозі закривав Завтра Зеленський з проверкой приїжджає Діла розкрита Після розкриття цієї справи Агента Пінка повисали Тепер його зріс 4 метри 28 сантиметрів Агент Лариса погиб от передозіровки Передозіровки шубою Розказчик став депутатом Верховної Ради І зарегістрировав законопроект про запрет сміха в страні Тепер Євген Кошовий веде просто лігу І для чого ми показали цю мощну драматичну постановку? Показали тому, що зараз осінь І ми теж вас любимо осінь-осінь Ветераны космічних військ і Віктор Розовий Заврацька Людміна Степанівна Гарик, Юра, Сергій Анатолійовсь і Оля Максимум 4 балла! Поздравляю вас, ребята! Молодці! Умнички! Ну там я на екрані смотрел, Юра, ти в какой-то момент потерялся, да? В смысле? Я уходил, ти не виделись Поехали дальше! Театральний конкурс со звездою Лиги Смеха Наш формат! Юрчик, давай! Дякую! АПЛОДИСМЕНТЫ Значить, Хрещений батько, він як Бозя Ну, якби всі знають, що він є, але мало хто його бачив Альо, да, мама Ну, я не знаю, чи його запрошувати на весілля Я зараз дивлюся на його хату Ну, що він мені принесе в конверті? Плісню і павутину, що? Ну, добре, не кричи Дядь Вова! Дядь Вов! Чого ви репетуєте, а? Колектора чи показники лічильників? Хоча я стріляю в обидвох випадках Не-не, я вас покрасник, я прийшов на весілля кликати Дивлячись на твою жінку Я, напевно, не прийду Це свідіятель мій Братан, я, напевно, в машині почекаю Давай, давай Стояти! Слухай, а може ти в мене на городі почекаєш, а? В мене вчора чучело вкрали Дядь Вов! Та я жартую, жартую, все Давай, проси, Міша Я Коля А, так я знаю ж ти, Коля Так, я просто так, як ти в свідоцті про хрещення написаний Ти ж народився на Михайла На Миколая Та що ми все про тебе і про тебе Давай краще розкажи, як жінку твою звати, а? Таня А звідки вона? З Тернополя Ой, подумай Подумай, чоловіче Що тут думати? За мене вже узі подумало Ось, молодьож пішла, так? А в нас ж колись все було по любві Ми в батьків твоїх весілля відгуляли, два місяці і ти народився Я ж пам'ятаю на весіллі в твоїх батьків, як дав в морду твому татові Ну що, на весіллі дали в морду жениху? А при чому тут жених? Я про твого тата А, так ти не в курсі, що ти від Валерчика, так? Ну, давай, давай, проси, проси Дядь Вов, просили мама, просив тато Валерчик просив Так, приходьте на весіллі А ну, давай, попроси нормально Ще разок Дорогий хрещений батько, запрошую вас на весілля Ти прийшов до мене з просьбою? Але просиш мене безналежної поваги Дядь Вов, що таке говорите? Та я жартую, жартую Чого ти, я бачу такі дьоргами піляє вже тебе, так? Ну, чуть-чуть Піляє? А хто буде, хто? Хлопчик А як називати? Вова В честь мене? Люди, милі, як приємно Ні-ні, в честь президента А ти уточняй, в честь якого президента? Ах, честь президента України! Ну, так зразу би і сказали Мама просила, щоб ви були от без циклофокусів Ні, без ваших дурацьких тостів Чуєш? Та я мастер тостів В мене вчора свиноматка народила 12 поросят Так я їй побажав цитячок, як на небі зіручок Дядь Вов Будеш? Ні То від амброзії Фу! Шо фу? Та нормально Хресний я Хресний батько я Похрестив Я оце дитя Ха-ха-ха! 20 років Пролетіли Як сон А тепер Зі мною Унісун Від родини з Боброїдів Давайте так, як було в церкві Дямо обо кресечка, поїхали! Так приє elbow Дядь Вов Дядь Вов Дядь Вов Дя Minecraft Що ви щось завесли? І ти думав, що навесі не скажу Ну, добре, я буду бігти. Знаете, приятно было познайомиться, ви виявилися дуже позитивною, чуйною, хорошою людиною. Я скажу честно, я радий, що в мене такий хрещений батько. Ого, мне никто никогда таких слов не говорил. Я шо, вмер? Ні, все нормально, чекаю вас на веселле. Так я буду, я буду по хрестникам. Оле веселля? Сьогодні. Через 2 години, от. Та ви, наверное, не успієте одітися, це ж треба костюм, підготуватися, ну, нічого, колись зустрінемся, був радий батько. Так, стій, 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 стій. Я готовий. Чекайте, ну, ну, подарок. Подарок, що? Ого, о, дивись, мішок сміття. Не понравиться, викинеш. Ну, то шо, ви прийдете на веселлю? Так, послухай мене, похрестник. Ні один хрещений батько в світі не пропустить міроприємство, де є 100 літрів горілки, за яких не треба платити. Я буду, Міша. Гарик, Оля, Сергій, Наталья, Сея! Ні? Ні? Четыре балла тож. Максим, поздравляю вас, спа-си-бо, 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 спа-си-бо. Песенний, з тренеров об'явочка, все остальное зробить команда. Оля, давай, пошло-поехало. Дякую. Коли двоє друзів закохаються в одну і ту самі дівчину, їх дружба може опинитися під загрозою. Отож, ситуація життєва. Пісня народна, костюми наполовину. Ніч, яка місячна, зоря найясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена, а ти поки погуляй. Сядемо, купанці, тут під калиною, і над панами я пан. Звісно, він пан, він забрав мою пенсію. І я поділив пополам. Хочу гуляти до рання з тобою, я грай же гучніше, кобзар. Можемо втрьох прогуляти з брущаткою. Ну, ти, Андрюша, і тварь. Кристина! 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 Ну що? О, Боже! О, мою! Ти що таке? Ой, я Кристина? Ми з вами ж вчора у клубі познайомились. Це ж ви мені пісню співаєте. Що ж я за друг такий бачу, як серце рвеш, Хай вона буде твоєй. Я ще знайду когось, а ти цілуй її. Ну, ти і гнида, Андрєй. На що тобі я зі мною ти не вивезеш поруч? Красунчик є це. Згідно з тобою він ще вчора сподобався. Мушу з'язанатись, я гей. Братан, валим. Погнали. Погнали звідси ти що, гоню. Алло? Пап, ну що там, мій рейндж-робер ще зробили? Ну, нарешті, а то я вже задовбалася їздити на твоєму мерсі. Ти ж, моє серденько, моя кохана, я, сонечко світле моє. Губу закатай мені, джип цей потрібніший, в тебе колеса вже є. Ти ще вдома? Я вже хочу спати. Прочитай мені книжку. Ще буквально одну хвилинку, і я прийду, добре? О, валим точно. Тепер, братан, валим. Що відбувається, що ви цікаєте, як розуміти все це? Вибач, голубонько, вибач, кохана, я ми не потянем при це. Стоп, стоп, стоп! Ви що? Ви подумали, що це мій син? Та це ж мій менший брат! Ти ж, моя рибонько, ти ангел в небесах світ, тише ясеніше зорі. Щоби твоєї ноги і твого колеса не було більше в дворі. Що, знов вдвоєм лишились? Ну, як обично. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна я, дружбу міцну не зламай. Кого тепер обіймать і на руках носи? В тебе є я, пам'ятай. Дякуєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєє конкурс. Первая песня прозвучала. Гарик Бирча, Сергей Анатольевич Сивоха, Станислав Владимирович и Юрий Константинович. Станислав Владимирович. Три балла. Три балла. Три балла за песню получает команда. Пошло-поехало. Три. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Вторая песня. Второй хитяра. Наш формат. А Юрий Ткач объявляет. Так. Не песня, а драма. Крик чоловічої душі. Хто ходив зі своїми жінками хоч один раз на шопінг, посвящається. Серед газ, магазинів, бутики. Вірний птах, кохану там чекав. Телефон, скрил своїх, не відпускав. Де ти є? Озвисься, він писав. А вона писала ще хвилиночку. Почекай мене, бій голубо. І в той час заносила приймірочну вісім спідниць, блузку пальто і світерок. Він її відстежував по картошці, а вона, де, мов, в ріка не слазь. Не впіймав, вона пересувалася. С швидкістю двісті бакси в час. С швидкістю двісті бачите в час. А-а-а! А-а-а! А вона подумала про милого І зайшла в житомирські носки З холоднів і сил вже майже не було Вирішив взяти бургера Маленько по акції А приват шлептаху смсоньку У вас відмова Грошей вже нема Та уже наступної суботоньки Вірний птах крила розпустив І все на одну хвилиночку З пацанами в бар зайти рішив А вона звонила йому тижнями І вже місяць пролеті А мораль простації пісеньки Нефіг брати на шопинг мужиків А я обійму Тебе обійму Я лиш тебе Лиш тебе люблю І щастя моя Наш формат Четыре Четыре балла Наш формат І три очередних дівчаток З кам'яної сподівського Ще розпочив обласки Друга пісня пройшла Володці хлопці Очень душевно і поучительно, Жень Не то, що поучительно А мне кажется, це правдиво Можіки Згодитесь, мужики Более того Должен был весь зал встать просто Понимаешь? Ну, собственно говоря Завершает, так сказать, обязательную программу Завершает конкурс песни Третий хит От ветеранов космических войск Об'являє Стас Баклан Пожалуйста Дело в том, что у меня претензия к организаторам Как можно было ставить в игру песенний конкурс Когда в сезоне есть мои придурки Своим пением в полотне они уже намекали вам Но если вы не поняли Тогда держите Ну что ж, зритель, сейчас мы будем петь И наш вокал И наш вокал Придется вам терпеть Кровь душей У вас щас потече Да прямо на плече Даже Зеленский Головою стал страны Чтобы не чути Як пели пацаны Я лихат Но кто не захавався Я не виноват Зеленский Шоу Мазгон Шоу Мазгон Шоу Мазгон Мы будем продолжать Бегите, дамы Ведь вам еще рожать Выходь там Но выпускать вас будут Лишь по паспортам Нам конкурс песни Могли б и не давать Бо мы умеем Красиво малювать Отмитет От Станислав Паклан А вот велосипед Шоу Мазгон Шоу Мазгон Шоу Мазгон Коли мы дозпеваем Вы батюшку посвіть И сцену посвятіть На всякий Шоу Мазгон Дать Ламаченку Нагою палицю Не так опасно Як слухать песню цю Просты Кличко Мозг тряснув из-за нас Но только в другий раз Мы дві минуты Боем хуже, чем собаки И мы хотим сейчас Взять смыть с себя Этот позор Хор Зустричай Дехор Шаманд 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 Если вдруг вам на секунду показалось, что мы плохо поем, вы еще не видели, как мы танцуем. Ветераны космических войск, хор и шоу «Маст Го Он». Наше шоу тоже «Маст Го Он». Ваши оценки, пожалуйста. Гарик Бирча, Сергей Анатольевич Сивоха. Стас не оценивает. Юрий Ткач и Оля Полякова. Вот так, ребята. Вот так, собственно говоря. Обязательная программа закончена. Все команды прошу на сцену. Я прошу прощения. А можно мне вернуть мой балл, когда я встала? Я ошиблась, и вы это видели. Я не досчитала. Можно мне вернуть свой балл? Олечка, если ты помнишь, Лена Кровец ошибалась в финале. Если ты помнишь, мы балл никому не отдавали тогда. Да, но... Спасибо. Все тут. Но, насколько я понимаю... Собственно, ребят, можете сказать, пожалуйста, перед тем, как объявим финальный результат? Я считаю, что это просто несправедливо. Потому что украинская песня... Скажите, ну смешная же была, правда? Я хочу забрать свой балл. Я хочу, чтобы они пошли в батл. И в батле доказали, что они достойны полуфинала. Я конкретно завалила свою команду. Конкретно я. Дура просто, не умеющая считать. Я вас прошу. Садись. Дамы и господа. Обязательная программа закончилась. Мы выслушали Олю Полякову. Мы поздравляем ветеранов космических войск. С тем, что они проходят в полуфинал. Да, блондинкам свойственно ошибаться. Но что мы будем за мужики, если мы не дадим ей шанс? Правильно? Батл, дамы и господа. Батл алфавит. Я не думаю, что все против нас. Что-что? Не против нас. Ого, оно прекратило. Бывают такие ситуации. У нас веселая игра. Правда? Правда. Супер. Значит, батл, который называется алфавит. Мы сыграли его на прошлой неделе. Первый раз за пятый сезон Лиги Смеха. Что это за батл? Я задам какую-то ситуацию, которую ребята будут сейчас разыгрывать, скажем так, и по очереди будут называть в этой ситуации слова, соответствующие ей на буквы, которые будут появляться на экране. Ситуация следующая. Муж и жена спорят, что смотреть по телевизору. Да, очень простая ситуация. Кто из вас муж, кто жена? Я думаю, понятно, да? Ага. Юра – жена, Вова – муж. Батл алфавит. Поехали. Алена, ну я ж тебе и так на руках ношу. Ну давай будем двояться в футбол. Баран. Вівця. А если обзывательство – это дурак. Эй, давай не будем сваряться. Ага. Телевизор. Ждя такая, Алена, я могу подойти и включить, что хочу. Заткнись. Эх, ты. Походу буквы не понимает, да? Эй, и-и-и-и. Если есть что-то дома, что ты до телека дорвалася. Ё-моё, точно. Как всегда. Ладно, прям. Малая, я тебя хочу. Не-не-не. О, да. Пошли. Рано. Сейчас. Трешки подожекаю. Уф. Феликсівна, давай вернемся до теми батла. Хорошо. Царица моя, выбирай. Я все-таки мужчина. Чорти, а не мужчина. Да-да-да. Потихай, вздумай. А-а-а, а не женька. Що ж. Підходить батл до кінця. Я зроблю це мягко. Ювелір. Я такей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и шо тебе стало понятнее сейчас? АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа, батл алфавит прошел. Ничего не понятно, я так понимаю. Поэтому три человека голосуем. Поехали. Перед тем, как отдать свой голос, я хочу сказать, что мне абсолютно понятно. Да? Да, после всех конкурсов. И мой голос — наш формат. Один. Станислав Владимирович. Наш формат. Значит, от меня уже ничего не зависит. Ребят, тогда я... Пошло-поехало. Спасибо. Два-один. Вторым полуфиналистом второго четвертьфинала становится команда «Наш формат» — Камьян Исподильский и тренер Юрий Ткач. К сожалению, к сожалению, это всегда больно признавать. Как покидает Лигу Смеха, команда пошло-поехало, но остается Оля Полякова и слава Богу. Всем спасибо большое. Это был второй четвертьфинал. Нас с вами ждут два замечательных полуфинала, где команды сразятся один на один. Такое было только в финале в истории Лиги Смеха. Оставайтесь в Лиге Смеха. С нами круто, смешно и классно. Пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok